Офицер-пограничник должен уметь всё. Метко стрелять и читать следы, управлять огнём миномётов и уверенно держаться в седле, прыгать с парашютом и знать основы юриспруденции. Всему этому учат курсантов Голицынского военного института Федеральной пограничной службы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дружное движение может выдать разведчиков и будет потерян фактор внезапности. Переговоры только на языке жестов. Всё должно быть сделано за считанные минуты. База террористов в пределах видимости. Теперь главная задача нейтрализовать охранение. В ход идут ножи. Схватка была короткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кленный захвачен. Разведчики отходят на исходные рубежи. Задание выполнено. Всё почти как в реальной жизни. С одной лишь разницей. Операция проводилась не в одной из горячих точек, а в Подмосковье. Проходило плановое занятие в Голицынском пограничном институте ФСБ России. Сейчас мы переходим от преимущественного войсковых способа охраны границы к оперативным. Но, тем не менее, реализация оперативных данных будет возможна только войсковыми методами. Один из таких эпизодов вы сегодня и посмотрели на наших занятиях. Этот эпизод, к слову сказать, реальный. Основан он на опыте выпускника нашего института, который сейчас реально действует в условиях проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. К боевой подготовке будущих офицеров-пограничников в Голицынском институте отношение особое. По полосе препятствий курсантов гоняют до седьмого пота. Ну как, тяжело? Да нет, бывает хуже. А когда хуже бывает? Хуже, когда в бою. В современных условиях к офицеру-пограничнику предъявляются очень высокие требования. Но это требует жизнь. Сейчас в настоящих условиях все мы знаем, какая непростая обстановка у нас в России. Наши курсанты не только едут защищать наши рубежи, но также выпускники нашего института проходят службы в спецподразделениях ФСБ России. Это в таких элитных подразделениях, как «Альфа», «Вымпел». Именно поэтому большое внимание в институте уделяется рукопашному бою. Будущий офицер должен уметь действовать ножом, саперной лопаткой, любыми подручными средствами. Голыми руками нейтрализовать и обезвредить хорошо подготовленного и вооруженного противника. Во время отработки упражнений практически полный контакт. Офицер-пограничник должен уметь хорошо стрелять. Обращаться со стрелковым оружием курсанты учатся сначала на специальных тренажерах, где опытные инструкторы, что называется, ставят руку, а потом в тире. Традиционные методы охраны государственной границы будущие офицеры должны знать в совершенстве. Радиолокатор засек несанкционированное передвижение. Может быть, это зверь, а может и человек. В район предполагаемого перехода границы немедленно выдвигается пограничный наряд. На контрольно-следовой полосе обнаружены следы нарушителя. Их нужно сохранить и тщательно изучить. Как определить можно направление движения? Первое. Поволока-выволока. Это поволока, когда тянет грунт по направлению своего движения. Выволока выброс грунта на носке. И здесь же на дне носка будет образовываться небольшой пласт. Здесь меньше всего. Но на некоторых отпечатках очень четко там показано. Вот здесь пласт будет образовываться. Он будет показывать направление движения, в первую очередь, нарушителя границы. То, например, здесь, как в этом случае, это направление движения в сторону государственной границы. После того, как направление определено, начинается преследование. Дальше дело техники. Шансов уйти от хорошо обученной пограничной собаки у нарушителя практически нет. Пограничники во все времена были элитой вооруженных сил нашей страны. Служить в эти войска отбирали лучших из лучших. Офицеры-пограничники всегда отличались интеллигентностью и всесторонней образованностью. В расписании занятий курсантов Голицынского пограничного института не только общевойсковые и специальные предметы. Здесь преподают гуманитарные науки, историю, литературу, психологию. Командиры и преподаватели института заботятся и о раскрытии творческого потенциала курсантов. Мы активно используем, чтобы каждый курсант был хороший спортсмен. Физическая заказанка, физическая подготовка, это формирует и внутренний мир человека. У нас прекрасные творческие коллективы, драм-кружки, вокалисты, танцевальные, мусорская баллада. Я думаю, ни в одном институте нет, чтобы на первом курсе факультативно все курсанты проходили подготовку по бальным танцам. В этом году Голицынскому пограничному институту исполняется 75 лет. Он был и остается одним из лучших военных вузов России. Пять человек на место. Таков был конкурс среди поступавших сюда в прошлом году. Причем количество абитуриентов продолжает расти. Все больше молодых людей хотят носить высокое звание защитник российских рубежей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова